приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами про танки за жетоны которые можно получить в боевом пропуске за 10 сезон боевого пропуска можно собрать 21 жетон также еще в коллекции можно получить дополнительно 3 жетона за 24 жетона максимум что мы можем взять это без 58 2 либо же можем взять два старых танка по 9 жетонов и у нас еще и останется в этом видео я расскажу свое мнение проба за 58 2 поговорим очередной раз какие танки в первую очередь стоит брать а какие лучше отложить на потом на мой взгляд также в этом рассказе мы не будем учитывать кпз-3 project 07 х к немецкую пт 9 уровня поскольку я на ней еще не играл за жетоны и взять пока что еще невозможно поскольку она самая дорогая это пт-шка стоит она 27 жетонов сейчас пока что возможно получить максимум 24 поэтому ее даже на пресс-аккаунт еще не дали покататься конечно народные умельцы уже понаделали видосы про топ танки за жетоны 2023 года и начали уже куда-то сувать эту пт-шку заранее я никуда спешить не собираюсь когда на ней поиграю покажу вам ее на стриме тогда и сделаем и топ за жетоны нормальный честный справедливый поиграв на всех танках а не делать вот эти вот топы не играя на танках это конечно не о чем давайте познакомимся с bz 58 2 решим насколько он хороший или плохой либо же что-то посередине и определимся с вами на какое место его поставить в какой очередности стоит его брать для начала посмотрим его броню видим сразу глаза бросается большое нлд в одном из прошлых видео вы понаписали что нлд это нижний лист дна а в лд это верхний лист дна так вот по броне у bz 58 2 оба листа то еще дно 100 миллиметровая огромная нлд не вызывает вообще никаких смущений у врагов они прям на ходу с любой пушки с радостью туда стреляют такое ощущение что можно случайно мимо проезжая на велосипеде зацепиться за это нлд и проделать там огромную дыру наверно любой соперник которого вы можете встретить в бою пробьет ваша нлд любым практически снарядом вообще не задумываясь разве что фугасами не все будут пробивать и то есть соперники которые и фугасами будут пробивать эти 100 миллиметров особенно всякие bz 176 кобры какой-нибудь чариотер и так далее в общем соперников достаточно которые даже фугасами могут такое пробивать в лд тоже не внушает какого-то доверия наклон неплохой но толщина не очень такое ощущение что в лд делась по принципу чтобы на нем было удобно лежать когда солнышко светит они по принципу чтобы снаряды хорошо отбивала если посмотреть на борт броня там конечно есть но тоже не ахти также там еще какие-то юбки вокруг башни присутствуют в общем с этими юбками танк больше готов к танцам нежели к танкованию максимальная скорость у нас 35 вперед это неплохо для тяжелого танка но с такой броней мы скорее средний танк удельная мощность 13 в целом что хочется сказать про мобильность маневрирует крутится и набирая свою не сильно большую максималку этот он хорошо ездить на нем приятно не зря у него есть юбка видимо реально к танцам готовился лоб башни это наверное единственное место где прям по броню вот это место вряд ли кто-то вам пробьет даже если будут стрелять специальными снарядами но может быть пт-10 будут пробивать но я думаю что на пт-10 вы будете выезжать аккуратно но это не точно поскольку на башне имеются лючки в них брони немного размер приличный я думаю что любой соперник даже с плохим зрением заметит что на башне что-то есть поэтому башня хоть и крепкая но на ближней дистанции особенно в позиционках если вы еще и стоять будете скорее всего вам будут очень часто пробивать лючки поэтому лоб башни скорее пригодится на средней дистанции и желательно не стоять как истукан если заглянуть в корму то в двигатель можно пробивать фугасами практически любыми поэтому лучше чтобы заглядывали в корму только вы а соперники не должны там быть вот мы уже и выяснили что этот танк скорее стэшка переросток чем тяжелый танк от тяжелого танка здесь только лоб башни ну и возможно еще пробитие с альфой то есть у нас орудие от тяжелого танка и лоб башни корпус у нас скорее от среднего танка и маневренность тоже максималка от тяжа получается у нас такая вот смесь по сути пока что для целевой аудитории этот танк не выглядит как какой-то вкусной сладкой конфеткой скорее больше похоже на что-то другое но бывалых танкистов таким не испугать тяжи похожие на ст ст похожие на тт такое мы уже видели к такому мы готовы танки которые не прощают ошибки на них мы уже отметки набивали средуху высокую держали ничего страшного в этом нет но если у вас руки красные и клацают то наверное это и не руки а клешни и такой танк вам не подойдет поскольку ошибки он не прощает единственное что может спасти этот танк это орудие поскольку даже если мы бывалый статист броня которая не прощает ошибки и посредственная скорость как для с тэшки но неплохая как для тяжа этим результат пока что не набьешь и здесь орудие на удивление радует сведение три секунды конечно радость еще то разброс на 100 метров 037 и уже по первым же цифрам прям нет предела этой радости такой точностью только землю вскапывать а во время сведения можно и вздремнуть урон в минуту 2066 с таким дпм между выстрелами можно посмотреть серию любимого сериала пробитие основным снарядом 250 специальный снаряд пробивает 303 альфа у нас 520 это серьезно если у вас средний урон меньше 500 а таких я видел то на этом танке можно будет поднять средуху если давать за бой хотя бы один урон по параметрам орудия видно что это такое стандартная польская от тяжа орудия которая чисто про альфу пока что по параметрам не впечатляет вот и я до того как поиграть на этом танке определил для себя что это танк мне наверное не нужен она того не стоит выглядит страшно но начислили на пресс-аккаунт это танчик и я сел на нем поиграть на канале стрим есть кто хотел тот посмотрел удивительная вещь на этом танке была замечена не только у меня но и разведчики доложили что у других стримеров тоже был замечен такой факт что орудия часто стреляют в середину прицела где-то такой танк я уже видел название его я говорить не буду я думаю что те кто смотрят мои стримы они поняли у какого танка еще снаряды часто летят в середину даже такой танк наверное не один их парочка точно по крайней мере за последнее время мы видели в принципе из приятного это все только то что снаряд летит часто в середину прицела стрелять реально приятно орудие опускается на 8 градусов альфа 520 пробитие хорошее сведение точность ну такой себе точность кстати 037 не такая уж плохая ставишь там всякие до паечки и уже не так уж плохо выглядит тем более если еще и экипаж посадить не мимо танка а внутрь еще и с перками то будет вообще класс обзор 380 это неплохой результат как для тяжелого танка но вот что больше всего подкупает это то насколько часто летит снаряд в середину прицела если он не будет туда так часто лететь как летит и летит не только у меня то в принципе в этом танке ничего интересного особо нет но раз оно летит и не только у меня то реально с него удобно и приятно стрелять когда ты даешь такую большую альфу еще и даешь приятно комфортно не такая уж плохая стабилизация приемлемая точность еще и снаряд летит хорошо то это прикольно это не настолько плохо как казалось до того как поиграешь на нем пока ты на нем не поиграл и смотришь параметры посмотришь броню очевидно становится что это танк лучше обойти стороной но когда поиграешь понимаешь что не все так страшно не все так плохо он вполне играбельный на нем можно приятно пораздавать всем большую альфу и это не будет какой-то болью есть танки за жетоны которые мне понравились намного меньше и вот если говорить какие танки за жетоны я бы в первую очередь брал на первом месте как обычно face 1 сложно кому-то его подвинуть тем более за 9 жетонов это наверное самый выгодный вариант если же он у вас уже есть то второй танк который стоит взять это уже зависит от того любите ли вы фуасы всякие там или нет можно попробовать и кобру за 24 жетона взять но мне лично она не нравится вообще на мой взгляд она портит игру я бы ее вообще куда-нибудь спрятал да и фугасницы не каждому нравится мне допустим не нравится я не люблю но есть люди которым нравится это уже сами думаете либо если вам нравятся и стэшки вы можете взять шарфутюр многим он нравится также еще очень хорошо заходит людям которые любят играть на тт объект 777 он очень крепкий в борту корпуса и у него очень хорошее пробитие специальным снарядом и альфа неплохая в городе от борта играть в самый раз а вот дальше уже идут такие танки которые уверенности в них нет и вот следующим танкам скорее всего уже стоит взять bz 58 2 он все-таки приятный не вызывает каких-то мучений если у вас есть скилл если вы ничего в игре не понимаете и новичковый новичок либо же просто играете для удовольствия и особо разбираться ни в чем не собираетесь этот танк прощать ошибки вам не будет а поможет ли вам приятная стрельба я не знаю чтобы пользоваться приятной стрельбой нужно находить моменты в нужное время в нужную сторону хотя бы развернуться и в нужное место сделать выстрел будет ли такое делать не опытный игрок сомневаюсь а броня спасать не будет только если враги будут стрелять в лоб башни но если всю проекцию лобовую посмотреть лоб башни занимает намного меньше места чем все что остальное пробивается следующий танк наверное я взял был лора 50 либо же сначала лора потом bz 58 2 зависит от того насколько вы любите давать либо альфу от альфы играть либо любите играть от башни на быстром танке зависит от вашего вкуса мне лора 50 очень нравится единственно что я не понимаю почему у нее дпм секунды на 2 хуже чем у того же концепта или тому подобных танков хуже чем у фейс-1 я не понимаю такой бумажный корпус без брони настолько легко всеми пробивается броня есть только в башне до скорость хорошая но где скорострельность мне очень сильно нравится этот танк и мне сильно обидно что перезарядка секунды на 2 хуже чем у похожих танков на 9 уровне до лора быстрее может быть дпм у нее и должен быть хуже но не на две секунды на пол секунды или на секунду я бы еще согласился две секунды я не понимаю на ней так очень сложно играть но интересно а вот следующие танки к 91 pt и kunze panzer мне они вообще не зашли да и в рандоме их попросту даже и не встретишь видимо не только мне они не зашли что касаемо кпз-3 project 07 х к про него мы поговорим когда я на нем поиграю когда я буду на нем играть вы увидите на канале будет стрим по поводу оборудования на bz-58 2 досылатель стабилизатор экспериментальная закалка который увеличивает количество очков прочности внутренних модулей либо же нужно поставить компоновку поскольку танк горит под передние катки в борт и горит часто а пробивать этот танк несложно поэтому вы по-любому будете периодически на нем загораться если вы экстремал и вам нравится как ваш танк горит вы можете поставить прицел чтоб кайфове стрелять либо же вентиляцию либо турбину чтобы гонять по кайфу но гореть вы будете стабильно можете у экипажа пожаротушения прокачать и за инструкцию еще поставить и тогда но вы все равно будете гореть все мысли на эту тему я выдал постарался ее рассказать как можно более интересными словами надеюсь было интересно с вами был варчик горать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока